здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередное видео украшений и моих находок секунди для тех кто мне впервые я скажу что я живу в канаде покупаю украшения в благотворительных магазинах показываю их с ценами канадских долларах за которые я купила эти украшения я на моем канале есть не только видео об украшениях есть видео примерках обзор магазинов болталки прямые эфиры в общем красивые наряды в общем все все что мы девочки любим на любой вкус кто-то обязательно найдет что-то интересное для себя на моем канале теперь я вам быстро покажу то что мы сегодня с вами будем рассматривать вот такие вот прекрасные красоты быстренько убираем это все чтобы не портить сюрприз и давайте начнем вы знаете я как вы знаете если кто у меня на канале давно я покупаю не только винтаж я покупаю все что мне нравится если мне что-то пришлось по вкусу все украшения которые мне просто нравится и которые мне приглянулись даже если это современные украшения вот одно из них стоило она 5 долларов я не помню точно что это за компания мне кажется что это что-то стеллин дат есть у нас такая компания канадская но здесь просто потерян потерян шилдик а мне кажется она не не совсем целая полная мне кажется что чего-то здесь не хватает но безусловно меня очень она заинтересовала своим разнообразием посмотрите у него нет застежки что ли да нет застежки но она довольно длинная принципе я могу его надевать через голову можно его она очень дар сатал как это у нас называется то есть разнообразные можно по-разному его носить можно вот так вот держать на шее вот за эту вот эту штуку сзади и вот это спереди у нас на на груди будут все вот эти вот колье можно все это убрать назад надеть вот так чтобы это было сзади и тогда у вас спереди будет только вот вот такая вот колье которые я назвала динозаврик потому что вот эти вот штуки как будто бы на спине динозавр вы можете перекинуть вперед несколько цепочек несколько оставить сзади то есть как вам хочется вот этим она мне понравилось и я решила купить потому что она интересная знаете такое разнообразное его можно по-разному носить менять в общем прикольная вещь короче люблю такие повторюсь мне кажется что это у нас есть такая компания стала этот но она кстати меня не дешевое украшение хорошего очень качество посмотрите видно что цепь такая все очень хорошего качества сделано прекрасно все цепочки разнообразные все разные все 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 разные и в общем можно и выносить так и эдак как хочешь в общем интересное украшение смешной прикольный следующее следующее украшение у нас вот такая брошь котики эмалевые котики с стразовыми глазками стоило 8 долларов я думаю что она винтажная старенькая но доказательства у меня особых нету и и маркировок никаких нету хотя я очень-очень искала мне казалось что должны быть маркировки потому что это но она необычная такая вещь прикольная черные белые коты для любителей брошей анималистичных и сюжетных посмотрите какие они смешные они кстати разные видите черники поменьше бельки побольше смешные вставки в глазки стразики здесь золотой немножко золотого металла белая эмаль черная эмаль шикарное состояние прекрасно сохранилась очень прикольная вещь необычная своеобразная очень люблю такие вот такая брошечка была куплена всего лишь за 4 доллара не уверена что она маркирована я уверена что она винтажная по моему маркировки нет поэтому она была так дешево оценена давайте проверим потому что есть маркировка тогда тем более представляете 4 доллара всего лишь за маркированную брошь это просто находка в нашем наше время но опять же повторюсь значит вот эти броши металлические без без стразов без кристаллов они всегда ценятся дешевле не только в секунде они на ресейлы на ресейле ценятся дешевле значит это например брошь кто это давайте читать трифар нет стран ведь она не в очень хорошем состоянии поэтому видимо тоже была так оценена не могу понять вижу что знак копирает как будто бы кора но возможно трифаре очень стерта и много ведь исходов вернее не исходов а такой ржавчины возможно что это можно очистить возможно что это очищается вот но снаружи так сказать с лицевой стороны брошечка в прекрасном состоянии но вот например если будет брошь трифаре такая же но вся в красивых ярких цветных стразах и кристаллах и камнях она будет стоить намного дороже на ресейле чем вот такая брошь почему-то вот броши без ну не почему-то я понимаю почему они такие скромные не броски не яркие поэтому их как-то оценивают подешевле хотя для меня я считаю что это для носки вот это самые универсальные броши для коллекции хранить любоваться разглядывать это брошь такая скучноватое скажем да нам намного интереснее разглядывать и владеть так скажем брошью с красивыми яркими камнями кристаллами хрустальными стеклянными а это такая знаете брошечка скромненькая но чтобы носить ее вот на каждый день например я считаю что вот такая брошь она намного более удобная потому что она очень универсальная я не пойму она вроде и не серебряная и не золотая какого-то странного такого цвета в общем видите здесь это не то ржавчина не то что-то и просто может помыть надо хорошо ну в общем вот такая брошечка маркированная по моему три фаре но я маркировку точно не 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 разобрала сто процентов вот такая малюточка прекрасная тоже за 8 долларов тоже безусловно брошь винтажная сейчас посмотрим если вы не есть маркировки потому что я знаете покупаю и откладываю для съемки они у меня лежат 9 даже их не мою не снимаю с этикетки я очень часто забываю если она была маркирована или нет вот это похоже что нет не маркирована ну очень хорошее состояние думаю что винтажная брошь очень милый веночек с жемчужинками все жемчужинки на месте красиво сделаны вот эти вот листики прекрасная милашка вот такая вот красотка очень универсальная тоже брошь можно носить куда хочешь чем хочешь как хочешь такая нежная правда нежная жемчужина это вообще всегда всегда же жемчуг это очень нежное украшение так что вот смотрите как она красиво выглядит на одежде будет вообще шикарная вы знаете что я все примеряю обязательно ее примере я думаю что наладка не жакета она будет выглядит потрясающе теперь вот у нас брошь игла или как они называются брошь игла да правильно с очень интересным локетом по-моему я видел здесь маркировку если я не путаю можете с чем-то путаю давайте снимем стоила на 2 доллара всего лишь и я подумала что я приобрету ее про шикла брошь булавка как они еще называются вот такая вот вот такая вот штучка с очень симпатичным локетом нет маркировок нет правда мне почему-то казалось что она маркирована может я чем-то ее путаю наверное перепутала мне казалось что есть маркировка здесь маленький кристаллик в центре и она действительно локет я щас попробую открыть всегда с некоторым наверно за ножницами подождите всегда с некоторым волнением открываю я эти локеты потому что я всегда думаю что я что-нибудь найду внутри что-то фотку или что еще такой но нет видите здесь ничего просто ты трудно представить что сюда можно что-то положить но у нас только она маленькая но мне так понравилась эта идея что вот такая малюсенькая брошечка крошечная брошечка но это настоящий локет который открывается и туда действительно можно что-то положить открыть было сложно она очень плотно просто открыть невозможно я открывала ножницами чуть не ободрала все руки чуть не поломала ее все но в общем в конце концов мне удалось мне конечно кажется что это тоже линтажная штука как-то сейчас такое не делают просто полом по идее по сюжету следующий шикарнейший брошь честно говоря думаю что она современная но не знаю стоило на 6 долларов если винтажная то совсем чуть-чуть совсем не сильно винтажная но что-то мне подсказывает что очень может быть сделано уж уж больно хорошо опять же длинная игла и на толстая игла хотя не очень длинная открытые кристаллы что наводит на мысль возможно что она узнать я ведь находила ее в интернете дайте-ка я проверю да я находила и в интернете в интернете она им поставлю картинку представлено стоило 24 доллара представлена как черное гематитовое гематитовое стекло брошь лист 50 году ну знаете в интернете пишут недорого берут за то что пишут интернет все стерпит не знаю возможно она конечно и 50-х 60-х возможно винтажная вот эти открытые кристаллы все-таки как-то наводит на мысль что она не очень современная ну даже дело него не в этом она бесподобной красоты вот насколько вот эта брошь на каждый день эта брошь милая это смешная это редкая интересная настолько это нарядная шикарная красавица вся черного цвета блестит переливается стекло написано что это стекло а я сейчас вы знаете она холодная холодная но не очень тяжело одна легенькая но не легенькая но не очень тяжелая хотя я не представляю чтобы пластик так сверкал все таки скорее всего конечно стекло я не думаю пластик пластик обычно вы немножко затертый вот на на этих вот ребрышках а здесь просто все 10 скол небольшой что тоже говорится скорее всего что это стекло не пластик я думаю что стекло конечно красавица согласитесь необыкновенная красотка очень благородно черная не цветная не яркая но очень красивая брошь вот такое ожерелье незамысловатое скромненькая обыкновенная но миленькая хорошенькая немножко с ходу покрытия в общем стоило оно по моему по 7 долларов я думал дешевле я думаю что я купила оно не в не в самом лучшем состоянии думаю что купила его потому что было очень дешевая но не очень это видимо был тот период когда я вообще не могла ничего найти кстати бывает приходишь ходишь по магазин ничего 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 и вдруг вам что-то встречается хоть отдаленно напоминающий что-то но она по-моему маркированная маркированная но вернее это колье да это кора да это кора и вот такой вот простенькая у меня кстати в прошлом показе сейчас если я найду я вам покажу были серьги которые очень подходили к нему другой формы но вот такой же такие же бежевые эмалевые сережки клипсы вернее смотрите каких красивые звенья немножко есть сход покрытия сход эмали даже немножко но в принципе это об этом есть какая-то такая ну вот налет старины что так скажем то узнать как бывает допустим зеркала с какими-то таким почернением что в общем старое зеркало когда в нем есть какой-то такой налет мутности какой-то вот именно вот этим она и красиво кстати очень подходит кошкам посмотрите как можно вместе носить потому что эмаль очень похожего цвета можно носить вот эту брошку вот такие вот такой вот колье сейчас я на усерки из прошлого из про одно из моих прошлых видео вы знаете они не совсем потому что здесь желтое такое золото а здесь даже не пойму не то серебро не то золото такое более лимонного цвета но вы знаете что на ухе когда это будет на шее а это на ухе то я не думаю что будет сильно видно разница но вот белая такая бежевая молочная эмаль с котиками и вот с такими то что котики тоже желтые золотые вот с такими вот клипсами по моему очень симпатично будет давайте положим все на место клипсе я уберу потому что они из другой оперы другого показа и давайте продолжим следующая красота вот такая вот красота которая немножко побита и я даже не знаю если смогу ли я ее восстановить но все равно я ее купила несмотря на то что она стоила 8 долларов это не так уж и мало для броши который имеет потери но она конечно очень старенькая тоже находила их в интернете они очень винтажные эти броши много здесь чего в ней не хватает смотрите как она интересно сделано маркировок нету но как интересно сделано вот эти вот камни кристаллы они вставлены сзади чем-то покрыты короче шикарная красота шикарная винтажная брошь нам не хватает два багетных кристалла вот здесь не хватает 2 багетных кристалла вот здесь и вот здесь вот таких зеленых не знаю смогу ли я их найти и чего-то не хватает по моему вот тут вот тут тоже или кристаллы или пол кристалл кристалла не хватает на три кристалла зеленых такие багетных очень сомневаюсь что смогу их найти вот эти вот белые кристаллики тоже все довольно пожелтевшие не в очень хорошем состоянии мне кажется что вот этот заменяли или ты или переклеивали видите может он выпал его приклеили здесь много-много клея вокруг общем конечно над ней очень много работы но я и не смогла оставить уж больно она старенькая и очень интересная красивая брошь подумала пусть будет там посмотрим вот а вот так обратное состояние очень хороший металл прекрасном состоянии но видите багетные кристаллы потерялись а багетные кристаллы очень редкие их очень трудно найти тем более вот такого зеленого цвета и тем более вот такого размера но конечно грусть печаль но я надеюсь что как-то я ее смогу привести в божеский вид хотя я небольшой знаток в этом деле и небольшой умелец если честно вам сказать мне столько лежит всего не сделанного недоделанного что ждет свою очередь и что я уже даже не знаю если это получится когда его сделать ну и следующий набор который стоил 12 долларов я считаю что он того стоил посмотрите какая красота это маркированное украшение как интересно сделано я встречала в интернете вещи сделаны в этой технике вот таких вот проволочек давайте снимем с этикетки их этот набор и раз ой вот такой хрупкий его страшно брать руки так давайте посмотрим она такая нежная такая вся хрупкая все эти листики они двигаются вот чуть на поднажмешь нажмешь они куда-то начинают улетать все вот так вот смотрите как интересно она сделана довольно старенький старенькая глаза ржавевшие здесь тоже чуть надо почистить но сама-то броши в совершенно идеальном состоянии и посмотреть какое как интересно она сделана это прямо плетение из таких тонких тонких проволочек великолепно я находила в интернете броши винтажные вот такого плетения но магазинах и в обзорах вот кого я вижу смотрю девочку на ютюбе я никогда ничего подобного не встречала кто это у нас я помню что была маркировка черный так маркировка germany правильно germany клипсы немецкие набор вернее и посмотрите как как красиво интересно он выглядит фантастика очень мне нравится именно своей необычностью и скорее всего это ручная работа безусловно это ручная работа как еще можно сплести эти эти лепесточки очень красиво очень необычно хотя сюжет очень такой банальный скажем листик листики лепесточки но просто интересная интересная техника и очень интересно очень интересное плетение редко и очень редко встречающиеся вот такая вот красота ну что ж дорогие друзья вот такой у нас сегодня был показ вот такие украшения всякие разные более старенькие не очень такие знаете не маркированные не маркированные интересные вот поломанное одно вот это вот брошь палитра так жалко в общем всякие разные интересные украшения надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно надеюсь что вы если впервые то подпишитесь на мой канал если нет то я очень рада всем моим старым друзьям всем привет из канады всем пока бай бай